Здравствуйте! Это программа «Ресурсы». Ближайшие пять минут обзора экономических новостей. С вами Сабиба Ибусинов. В текущем году ипотечный рынок Казахстана впервые за последние пять лет показывает тенденцию к отрицательному приросту, передает аналитический портал RankingKZ. По итогам девяти месяцев 2015-го совокупный судный портфель по ипотеке не достиг, как в предыдущие годы, среднегодового показателя на уровне 7,7%. На этом фоне растет объем кредитного портфеля Жилстройсбербанка. За январь-сентябрь 2015-го его размер вырос сразу на 43,6%. И это самый значительный рост портфеля Фининститута за последние пять лет. Средневзвешенная эффективная ставка по традиционным банковским предложениям по ипотеке составляет 17% годовых. Минимальная ставка 8,7%, а максимальная 30,6%. Для сравнения, эффективная ставка по кредитам через систему Жилстройсбережений варьируется от 4 до 11,4% годовых. Средняя составляет 8% годовых. Между тем, 7 тысяч заявок одобрено по программе рефинансирования ипотеки. Об этом сообщили Центру деловой информации «Капитал КИЗ» в пресс-службе Национального банка Казахстана. Так, по программе рефинансирования ипотечных займов подано более 12 тысяч заявлений. Положительное решение о рефинансировании принято на сумму 40,3 миллиарда тенге. Как отметили в Нацбанке, сбор заявок по программе рефинансирования продолжается. Однако, заемщикам, желающим воспользоваться данной программой, необходимо как можно быстрее подавать заявки на рефинансирование в банке второго уровня. Есть вопросы, по которым требуется решение правительства. Это и вопросы налогообложения, и вопросы юридического оформления, особенно в случае наличия арестов на имущество. Это непростые вопросы, требующие времени и принципиального решения. Сообщил Александр Терентьев, директор Департамента по защите прав потребителей финансовых услуг Национального банка Казахстана. Добавлю, что на днях президент Казахстана подписал поправки в законодательство по вопросам неработающих кредитов и активов коммерческих банков. Отмечу, что законом вводится запрет на предоставление ипотечных займов в иностранной валюте физическим лицам, не имеющим доход в данной валюте. С 2017 года в крупных городах Казахстана планируется внедрить субнациональный рейтинг Doing Business. Проект будет работать в пилотном режиме. Об этом стало известно в ходе совещания в Акимате Алматы, сообщает финансовый журнал ЛС со ссылкой на пресс-службу. Данный субнациональный рейтинг будет внедрён в Алматы, Астане, Актубе, Караганде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Кустанае и Шымкенте. Напомним, за последний год Казахстан поднялся в рейтинге Doing Business на 12 позиций и теперь занимает 41 место. На совещании выступил вице-министр национальной экономики Хаирбек Ускимбаев. Он подвёл итоги деятельности рабочей группы по упрощению ведения бизнеса в стране. При этом о применении современных технологий в предоставлении государственных услуг сообщил вице-министр финансов Ардак Сингебаев. На сегодняшний день 94% индивидуальных предпринимателей сдают отчётность в электронном виде. Помимо этого, справку об отсутствии задолженности можно получить, не приходя в Департамент государственных доходов. В планах введение электронного декларирования при импорте и экспорте товаров подчеркнул Сингебаев. Рейтинг Doing Business состоит из 10 индикаторов, включая такие показатели, как простота регистрации предприятий, получение разрешения на строительство и подключение к электросетям, получение кредитов, защиту прав миноритарных инвесторов и так далее. КАС «Трансгаз» успешно завершил сделку по частичному обратному выкупу облигаций на международных рынках капитала, которые были выпущены в 2007 году со сроком обращения до 2017 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба компании. Выкуп осуществлен посредством направления публичного предложения о покупке держателям еврооблигаций на общий номинальный объём 270 миллионов долларов США. Успешное завершение сделки позволило компании оптимизировать свои долговые обязательства, уменьшить валютные риски и снизить расходы по обслуживанию долга. Частичный досрочный выкуп еврооблигаций свидетельствует о финансовой устойчивости компании и эффективно проводимой политике управления ликвидностью. Положительный экономический эффект составит около 3 миллиардов тенге, говорится в пресс-релизе компании. КАС «Трансгаз» планирует осуществить выкуп оставшейся части облигаций. В ближайшее время добавлю, что в состав группы компаний входят добывающий, транспортирующий и реализующий газ и продукты его переработки предприятия и организации. Это была последняя информация выпуска. Наши программы доступны на официальном сайте телеканала 24КЗ. Следите за новостями и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова